Дрататусите? 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 Так, быстро пишем. Вот я, когда ютуб смотрю, я постоянно, короче, что-то люблю под это дело похомячить. Вот, если вы хомячите под мой видос, респект вам и уважуха, друзья. Пишите, что хомячите! Вот, скажем так, проложим между друг другом линию хомячества. У нас будет что-то общее. Вот, понимаешь? Понимаешь? Вот у меня это уже вошло в привычку, то есть я не могу просто так кушать, мне нужно что-то смотреть. Понимаешь? Это некая зависимость. Я не знаю, как с этим бороться. Ну да ладно, давайте уже по теме видоса. Короче, меня зовут Сашка, ты на канале Князь, Битва замков, вся хурма, мы все умрем, все как обычно. Сегодня пойдем на локацию, о которой мы уже, ну я по крайней мере забыл, ее как бы ввели, я там сезон что-то порубился, и тот дня три пропустил какую-то хурму в наградах. получил, и благополучно забыл. Но давайте сегодня вспомним, тем более нам на эту локацию осталось буквально 7 минут, и сегодня я вам покажу, как же я на халяву выбил Трифида, а то вы прям, наверное, думаете, что мне разработчики прислали, потому что стрим обработался, я смогу вырезать этот кусок и показать вам просто эпичный момент, но потом где-нибудь вставлю. теперь-то, а? Как, как играть-то без спама? Как играть? Как жить-то теперь, а? Бесплатно. Охуеть! Бля, это... Сука, кто там лайк не поставил? Э, блин! Это что такое? Это что? Ты у меня это, короче. У меня праздник. Вот. Это ты подсыпала мне что-то в чай. Вы вот это вот видели? Вот это вообще как? Что это такое? Вот как это происходит, блядь? А что не Розалинда сразу? А что не Розалинда-то упала? Я не понимаю. Так давай херак, давай мне еще Розалинду. Сука, это единственный недостающий герой, поймите. Герои у меня собраны под битву гильдии. Короче, у меня никак герои не собраны. Вот просто берем. Вот просто берем и идем, да? Вот. Ой, не сюда. Вот сюда. Хоп. Ла-лей-ла. Давай. Вот просто берем и идем. Рейтинг 4. Вот отлично все. Создать команду. Ну, понятно. Фрея. Я все бомж, я не знаю, кого брать. Ну, тут некого брать. А что это? Что я за бомж? Окей. Горгул. Горгул. Это уже первый босс так шарашит? Уже первый босс так шарашит? Вольтору у меня вырубил. Потому что у меня там половина героев сейчас без рун. Без рун, бздун. Меня уже на первом унизили. А, не. А я его все-таки выиграл. Ой, подожди. У меня рогатка есть. Подожди. Арктик. Слушай, почему я Арк? Ладно. Я могу вообще всех рекомендованных героев взять. Ну, да ладно. Нет, ну второго я уже не пройду. А, блин, надо было команду создать. Ну, да хрен с ним. Ладно. Короче. Сейчас, смотри. Хоп. И Сашку унизили. Смотри. Оп. Оп. А там даже этот... Даже... Горгул не успел включиться. Хм. Но я не буду попытки покупать. Я не буду... Я принципиально не буду собирать героев под эту хурму. Я, конечно, там у меня есть... Купить попытку за 350 самоцветов. Вам это... Че вам там под язык это... Под язык аспирина вам не положить там за 350 попытку. Сейчас бы. Побежал, разбежался, короче. И купил. Ну, вот нормально. Пацанский рейтинг. Я на 60 хер знает тысячном месте. Вот. Меня в принципе... Меня в принципе, ребята, все устраивает в этой жизни. А далее. Что еще хотелось бы мне посмотреть и о чем с вами, друзья, поговорить. Напишите в комментариях. Будете вы смотреть видос, если я подзапарюсь. Полдня посижу, вырежу со стрима, как я проходил 38, 39 и так далее испытания. То есть у меня это, видишь, у меня это все пройдено. Ты напиши. Я могу и запариться. Посидеть, повырезать. Вот. Показать эти эпичные битвы. Но это если тебе надо, дружище. Понимаешь, если тебе это не надо и там будет 2000 просмотров, тогда вырисовывается вопрос. На хрена я буду сидеть? Короче, это все дело там нарезать и монтировать. Нахера оно мне все сдалось. Но я могу выпустить. Без базара. Кстати, на каком месте опасили? На каком месте опасили, друзья? Ага. Ага, сука. Так, 75-й. Нуб. Вообще, нуб, бас полный. Так. Раз у нас, скажем так, приключения в новой локации прошли, мягко говоря, супер успешно. Давайте обсудим одну очень интересную вещь. Под названием обновление. Вот сейчас я записываю видео. 11 февраля. Ну, вы его увидите 12. Ну вот, представь, 12 февраля, а еще ни одного слуха по поводу предстоящего обновления нету. А? Че вы об этом думаете, ребят? Что? Что? Что и как вы думаете по этому поводу? Вот что? Вы надеетесь увидеть обновление? Мне кажется, нет. Короче, может быть, я просто сейчас вкидываю дезу. Да, запомните, ребят. Я такой же простой игрок, как и вы. Вот, я просто высказываю свои предположения. Но они могут быть и неверными. Я могу ошибаться. Но все-таки вы можете со мной согласиться, что некоторые доводы, которые я приведу, они будут небезосновательны. Короче, смотрите фишку. Я-то думал, что в прошлом обновлении нам все-таки это дело задержали. Выпустили позже. Мы там думали, там, супер-супер-пупер, что-то там в этой обнове будет, да? Нет. Задержали они, наверное, по другой причине. Потому что в феврале у них там празднуется то ли Новый год, то ли Пасха. Ну, я там говорю про китайцев, там, тайваньцев. То ли, сука, день солнца. То ли день дерева. Вот. То ли день майского жука. Я не знаю. Они там что-то конкретно празднуют. И... Ой, блин. Как я ударил больно по наушнику. Прости, прости, пожалуйста. Вот. Короче, там что-то, да? Вот. Я думал, я думал, ребятки, поначалу, честно, что с обновлениями будет все хорошо. По той причине, что если посмотреть на прошлый год, февральское обновление, оно было. Оно никуда не делось. Но в январском обновлении нам два героя не добавлялось. Теперь вопрос. Внимание. С хера ли нам добавили два героя? Хм. Странненько, да, друзья? Ну, так вот. Столь поздний выход обновления. Добавление двух героев. Плюс в обновлении, если судить объективно, было достаточно много контента и каких-то изменений. И можно сказать, что оно масштабное. Ну, по крайней мере, разработчики в это верят. Понимаешь? Разработчики в это верят. И они все-таки это позиционируют именно так. И есть у меня смутное сомнение, что в феврале мы обнову не увидим. Не увидим. Увидим. Вот в чем хурма и беда. А может быть, увидим. Но в конце февраля. Но что-то, блин, мне подсказывает, что не увидим. И это плохо. И это плохо. Знаете, почему? Потому что есть баги. Вот. В особенности есть баги, которые старые, не исправляются. Есть баги, который новый. Понимаешь, друг мой, когда я прохожу сейчас битву гильдий и вижу, что у меня, к примеру, мои герои подыхают на где-то 42-х. Ну, начинает с 40%. А мое правое и левое полужопие начинает так потихонечко, ну, целенаправленно, короче, сжиматься. Сжиматься. Я не трус, но оно вот просто это рефлекторно происходит. Сжиматься. Я это чувствую. Смотрю на эти процентики, да, там 42%, 45%. Ну, если 48 или 47, то вообще труба просто может... Просто, короче, может закрыть глаза и всех героев выпускать хуже не будет, поверь мне. Фишка-то заключается в том, что есть баги. И, то есть, ты можешь пройти кого-то на 45 и такой подумать. А, ну и вон нахер. Зачем мне нападать дальше? Я возьму просто и выйду. Вот, вот возьму просто и выйду. И, как бы, и не сольюсь, да. И ты такой здравомыслящий игрок битвы замков. Берешь и выходишь. И у тебя тут появляется на экране информация, что вызов успешен. И ты прошел на два огонька, а может быть даже и на один. И ты думаешь, что, ёб твою мать, происходит с этой игрой? Вот такие вещи сейчас и происходят. И если говорить серьезно, то, конечно, это не радует. В особенности, если учесть тот факт, что многие игроки держатся в игре только ради битвы гильдии. Ради какого-то соревновательного момента между гильдиями. И то между гильдиями, и то, скажем так, вот, к примеру, я нахожусь в хулиганах. И у нас соревновательный момент происходит только, когда мы встречаемся с монархом. Это вот сейчас месяц, раз в месяц происходит, раз в три недели. Если ты, сука, сливаешься из-за бага, то это вдвойне обидно. Ладно бы ты сам, лох-мудак, короче, не рассчитал свои силы. Вот, у тебя нос зачесался, локтем не ту часть экрана нажал, и все пошло, вот, по наклону. Но нет, ну, когда вот ты благоразумно на 46% выходишь, и происходит полнейшая, просто невероятнейшая, невероятнейшая хурма, то это реально обидно. И вот хотелось бы исправление этого. Плюс ко мне в Телеграм писал подписчик, и он там прям целый видос подобран о том, как, к примеру, те люди, которые фармят Минотавром и Атлантикором битву гильдии, жалуются. Ну, не то чтобы жалуются, но там в видосах видно, короче, человек выпускает Атлантикора, да, его убивают, и, скажем так, по традиции нашего жанра, Атлантикор должен воскреситься, куда-нибудь шмальнуть, а, топорчиком, и, как бы, включить свое умение и заставить вражеских героев убиться об его отражение. Но этого не происходит, потому что в последнее время в нашей игре Атлантикор, бывает, ведет себя неадекватно, он возрождается, и вместо того, чтобы долбануть, кого он должен долбануть, он почему-то разворачивается и куда-то, блядь, там пытается за карту убежать, ну, в какую-то другую сторону, то есть он абсолютно становится неадекватным. Или его, или это страх его разум сковал, или что, но раньше такого не происходило. Та же хурма происходит с Анубисами, та же хурма происходит непосредственно и с Минотаврами, и это достаточно серьезная проблема, из-за этого также можно слиться. Понимаете? И вот хотелось бы увидеть исправление этих багов, друзья. Ну, вот такие пару тем я сегодня поднял. Пишем в комментариях, делаем ваши ставки. Увидим мы в феврале обновление или не увидим? В сообществе моего канала будет на эту тему голосование после того, как выйдет данное видео. И не забываем, кстати говоря, писать, чё, как вам там? Как у вас там дела в испытаниях хранителя? Э? Всех нагнули? Ха-ха-ха! Ставь лайк, качай по ссылкам в описании игры и пока! Субтитры сделал DimaTorzok